Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур и мы продолжаем проходить Ведьмака. Первую часть... Сейчас мы оказались уже в первой главе, как вы можете помнить по прошлой части. И, наверное, сейчас мы... Кстати, мне, наверное, всё-таки надо помедитировать хотя бы часик, чтобы... Так, а какой кнопкой было медитировать? Вот, я попробую так найти. Дневник, герой... Статистика... А через снаряжение нельзя. Ого-го... Так, ну мне правда надо найти, какая кнопка медитат. О, кстати, карта. Это пока что... Наша локация, окрестности Визима. Я не помню, по-моему, тут и переходы будут... Как бы... Окрестности Визима, потом сама Визима и так далее. Но главная наша цель, по-моему, попасть в город, который где-то там находится. Это уже будет вторая глава, но... Пока... Надо... А вот, кстати, на альт, если нажимать, все предметы подсвечиваются. Ну, не предметы, но, в общем-то, всё. Так... Никто не знает, когда и где появится зверь в следующий раз. Ну, можно вот от костра медитацию в целом сделать. В целом... Может быть, только у костра и можно делать. Перед этой частью я ещё... Так... Ну вот. Ух ты, целых шесть талантов есть. Ну что ж, насколько я помню... Ну, я уже глянул. Чтобы победить босса, нам пригодится магия, поэтому я её сейчас сразу же прокачаю. Чтобы потом было попроще. А именно нам нужно... Так, нокдаун вызывает. Ну ладно, для начала оглушения прокачаем, потому что оглушение 100% нужно. Что у нас тут дальше? Мощность знака плюс 25%. Ещё плюс 25%. Но в любом случае, я пока не могу это прокачивать. Не знаю даже почему. Но пусть хотя бы будет так. Кстати, я могу убрать, если я могу. То есть, я не уверен, что мне нужен этот нокдаун. Сейчас, возможно, стоит прокачать что-нибудь, например, в силе ещё. Одну единицу здоровья в секунду. Почему бы не сделать так? И... Вот не знаю, какой меч лучше качать. Стальной или серебряный? В целом, они оба пригодятся. И какую стойку? Ну, стойки в целом, они будут все нужны. И какую-то одну качать будет не очень. Так, ну, ловкость я определённо качну. Отражение удара. Все приёмы рукопашного боя. Отбивание стрел. Но отбивание стрел я пока не хочу качать. Что выносливость? Ладно, пусть будет так. Думаю. Но пока этого будет достаточно. Думаю, в любом случае мы ещё немало левелов прокачаем в этой первой главе. Если что, что-то докачаем. Всё равно это всё, но пока бронзовые навыки. Так, значит, с альтом, если бегать, то мы всё видим. Но слышу сразу звук такой. Может быть, можно в настройках управления поменять альт на какую-нибудь другую кнопку. Потому что не очень мне... Так, арт это единичка. Хорошо, запомню. Эликсиры быстрого доступа. Подсказки. Такая у нас для чего-то используется или нет? Конечно, русская раскладка для кнопок не очень помогает вспомнить, что же оно в АТР. Взять дополнительное оружие. Так, АТ. Блин, наверное, тут все кнопки для чего-то задействованы. Ну, кстати, можно... У нас же пауза на пробел. Ну, вообще не получится, потому что я не вижу тут вообще используемого пробела. Так, а пейджи... Пейджи, пейджи, пейджи. Пейджи, пейджи, да, он только активирует. Ну, хорошо, тогда сделаем, например, вот так. Нам лок надо включить. Странно, но... Не работает кнопка. А, аль все еще работает. Возможно, оно назад поменялось. Надо сохранить, надо было. Ну, да, конечно. Так, применить. Как теперь? Отлично. Все супер. Из-за этой проклятой чумы закрыли ворота в Изи. Зверь снова нанес удар. Так, мы подаем с травником, наверное. Что ему служат? Гончи! Будь прокляты эти собаки! Именно. Их называют баргестами. Да как бы их ни звали, надеюсь, мне с ними встретиться никогда не придется. Я тоже. Приветствую. Приветствую. Что за жалкое место? Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети. Вы не можете попасть в город? Ворота в Изи мы закрыли из-за чумы. Боги свидетели. Ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемии. Наверное, придется просто подождать. Большинство больных уже умерло. Но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Можно один вопрос? Да. И понеслось куча вопросов. Так, ну давай о чуме. Скажи мне о чуме. Что тут сказать? Это разновидность бубонной чумы. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бубоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему к уху. Что тебе известно о звере? Местные пытаются держать это втайне, но мне удалось подслушать, что зверь это нечто вроде призрака. Он появляется из ниоткуда и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки, видимо, служат ему в виде неутомимых гонщиков. Вот и все, что мне известно. Надо будет расспросить местных. Да. А разбойники в предместе есть? Еще бы. Сами себя они называют милицией. А деньги, которые они вымогают, взятками. Еще говорят, в предместе появилась какая-то секта из Визимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ Саламандры? Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта, священник точно должен об этом знать. Я так и сделаю. Да. А что ты продаешь? Сколько у нас 24 всего лишь? Золото. Подземные растения, полевые растения. Насколько я помню, тут книжечки стоит покупать и читать. Потому что они дают знания и что-то там со знаниями проще драться с различными врагами. Ну или что-то типа того. Блин, зря я поставил на нампад первой кнопку. Потому что, чтобы нажать его, приходится убирать руку с мышки. И не очень-то это удобно. Путешественники со мной не будут говорить, как и стражники у них. Имена такие обычные. Типа путешественник и так далее. Наемник. Охранник. Вон там есть бочка. Наверное, в бочке что-нибудь есть. Бочка все еще там. Я уже что-то заподозрил, когда заметил, что бочка удаляется. А я все еще бегу куда-то. Так. Золотишко возьмем. Кремень. Сколько у меня его? Уже два. Ну ладно, возьмем еще два. Пьяница. Блин. Может быть. Работы там должно быть много. Пьяница. Ты кто таков? Чужак? Что тебе нужно? Вы здесь всегда так тепло приветствуете чужеземцев? Конечно. Местные, чужаки. Какая разница? Зверь всех сожрет. Рад, что удалось найти общий язык. Да. Отпразднуем это дело. До встречи. Мне пора. Так, возьмем, наверное, задания, какие тут есть. Блин, по-моему, все контракты тоже занимают место в инвентаре, но я не уверен. А прочитать можно? Или только когда у нас будет это? Ну, нас сразу три слота занимает. А этот для задания. Так, ну что, посмотрим. Доводим до общего сведения, что человек, известный под именем профессор, виновен в совершении многочисленных преступлений против короны, в числе прочего убийства, разбой, оказания сопротивления городской страже и государственным чиновникам, а также другие злодеяния в отношении подданных короны. Любой человек, представляющий ему убежище, становится соучастником преступлений. С действием в поимке упомянутой персоны является обязанностью всех подданных короны. За выдачу профессора живого или мертвого назначается вознаграждение в размере тысячи оринов. Так уж и много. Именно именем его величества, короля Фальтеста, Винсент Манн, короче, бла-бла-бла. Так, ну на все надо прочитать. Нужна кровь, как минимум трех гулей. Плачу золотом, алхимик. Угу, хорошо. Контракт на утопсов. Сколько их надо-то убить. Ладно, там, наверное, всех надо убить. И... Контракт на бергестов. Ну, по сути, убивать мы наверняка будем всех, вот только что сдавать квесты надо где-то в конце, потому что вначале будет проще на монстрах качаться. Хотя, может быть, и нет. Не знаю, не помню. Ладно, зайдем в таверну. Таверны, постоялые дворы, медитация, хранилище. Хранилище-то полезно, вот только я помню, когда первый раз играл, я ему надавал барахла, потом меня резко отправили во вторую главу, и все осталось у него. Так что, все здорово. Мам, тут можно получить экспу, подравшись. Хм, три унции оптимоматор, капелька раствора ртути, пардон, что-то я задумался. Приветствую тебя. Приветствую. Я Калькштейн, алхимик. Геральд, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь за разрешение на исследование твоего тела? Тебе не по карманам. Ты бы так помог науке. Ну ладно, так и быть. Хотя я принял тебя за человека, который ценит точные знания. Я уважаю науку, ученых и алхимиков тоже. Я ожидаю того же взамен. Понятно, понятно. Тогда, может быть, согласишься на посмертное вскрытие? Мое уважение к алхимикам стремительно испаряется. Ну, хорошо, хорошо, простите. Говорят, тебе нужна кровь Гуля. А у тебя есть? Я зайду к тебе, если мне удастся собрать нужное количество. Кровь нужна мне для исследования, поторопись. Может, Рубеда лучше? Чтоб... Ты не похож на местного жителя. Я возвращаюсь в Изиму с Большого съезда алхимиков, пиромансеров и геомансеров в Оксенфурте. Чудесный город, ведьмак. Колыбель науки. Не сомневаюсь. И что? Вы на съезде пришли к каким-то конкретным выводам? Потрясающий опыт. Я представил мою диссертацию. Конкретным? Такие съезды мы организуем не для того, чтобы говорить о конкретных вещах. Я не вполне уловил мысль. Наука — это великая река с множеством течений, водоворотов и предательских мелей. У одинокого плотовщика нет никаких шансов познать все тайны этой реки. Он должен прибыть в гавань и поделиться тем, что узнал с другими плотовщиками. На пицца и потратить последние деньги на шлюх. Теперь я лучше понимаю, что это за конференции. Хм. Наука как река. Бесконечная, неостановимая. Пардон, я задумался. Ничего. Ты говорил о возвращении в Изиму. Да. Из-за этого карантина я зря теряю время в трактире. Я провожу опыты. Меня ожидают опыты невероятной важности. А я что делаю? Сижу в этом дурацком месте и поглощаю спиртное. Да еще к тому же плохо очищенное. Я отправил письмо моему другу. Он тоже алхимик. Он моя единственная надежда. Может, пришлет мне пропуск. Ну что ж, удачи тебе. Спасибо. Они должны пустить меня. Должны. А ты всегда просишь у людей разрешения исследовать их или произвести вскрытие? Конечно, нет. Но ты же мутант. Научно усовершенствованный, нечто неестественное. Это все объясняет. Не обижайся. Я просто полюбопытствовал. Нужна помощь ведьмака? Да. Прочитай объявление, которое я повесил снаружи. Я хотел, чтобы ты рассказал мне об алхимии. Ну, наконец-то. Вот человек, с которым имеет смысл разговаривать. А я-то думал, местных жителей не интересует ничего, кроме повседневных забот. Во-первых, я не местный. Во-вторых, если бы местные жители думали об алхимии, алхимики бы первые умерли с голода. Ха! Типичная близорукость. Ведьмак, алхимия – это мать всех наук. А знаешь почему? Да потому что она позволяет нам познать мир. Все, что тебя окружает, – это та самая алхимия, которую ты так неумело высмеиваешь. Алхимические процессы постоянно идут в твоем теле. Они позволяют тебе есть, дышать и испражняться. Более того, именно они – причина всех твоих мыслей и чувств. Алхимия – это жизнь. Давайте сменим тему, пока крестьяне не сожгли нас за ересь. Никому еще не удавалось заткнуть рот науке. Ну ладно, что ты хотел узнать? Ну, хо-хо-хо-хо-хо. Как ты получаешь свои алхимические основы? Нужно специальное оборудование, чтобы получить хороший дистиллят. Лично я использую двойной атонатор с перегонным кубом, дополнительно оборудованный ректификционной колонной и медным охладителем. А если у меня под рукой нету двойного атонатора? Ну да, пылевые условия. Что ж, у Олафа должна быть водка или спирт. И то, и другое можно использовать в качестве алхимической основы. Где мне взять ингредиенты? Если хочешь сам получать компоненты, тебе понадобятся книги с рисунками и описаниями компонентов, извлекаемых из растений и животных. Можно еще к торговцам обратиться, но они настоящие грабители. Если нужны ткани или органы чудовищ, я нанимаю ведьмака или охотника. Меня интересуют формулы. Готовые формулы встречаются редко, и купить их трудно. Я советую тебе экспериментировать и менять рецепты, которые у тебя уже есть. Многие недооценивают ценность эмпирических методов науки. Давай сменим тему. Но мы же только начали. До встречи. Ох, ну и диалог. Здравствуй, красавчик. Ты выглядишь усталым. Постой-ка, это не ты спас того ребенка у ворот? Это была случайность. Случайность. От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? Сейчас ничего. А может быть, ты не против присесть тут минутку? Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. И кроме того, я честная девушка. Боже мой, ну сколько тут вариантов ответов. О, боже мой. Так. Да, да, да. Неважно. Что я могу получить? Карточку. Действительно. Ох, а если бы... Если бы, например, выбрал бы первый вариант, появился бы квест. Блин, может быть, все-таки взять квест. Я просто правда помню, что там будет квест и... Ну ладно, так и быть. Знал же. Хорошо, что автосохранение произошло, когда я в эту таверну зашел. Только надо будет быстренько пролистать все диалоги с этим алхимиком. Я не думаю, что эта информация очень уж полезная, но... Да, да, да. Во всяком случае, что-то там под квест... Да, кровь гуля, бла-бла-бла. Теперь он садится, мы опять с ним говорим. Да, боже мой, не ту кнопку. Сейчас он паралхимию затрет немножко. Боже, как хорошо, это был самый быстрый разговор на свете. Так, еще с трактирщиком надо бы поговорить будет. Так, давай. Угу, угу. Опять. Давай пиво. А теперь мы не купим пиво, да? Не, ну можно, конечно, но... У меня всего лишь 26 монет, лучше я ей что-нибудь продам. За одну единицу? Ну, ладно. А как-то побыстрее, интересно, это можно продавать? Это жир, это молоко, рыба. Ой, не знаю, продам-ка я все, что можно... Хотя нет, не стоит продавать все, что можно есть, потому что... Наверняка с какими-то бездомными можно будет поделиться этим. И они будут очень рады. Возможно, я мог и не... Перематывать все эти диалоги по-новой, потому что, ну... Все равно я потом, наверное, встречу. О, боже мой. Чего тебе здесь надо? Пиво. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пиво. Закончилось все. Ладно. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Допивай, давай. Мы закрываемся. Трактирщик, еще раз такое сделаешь, и я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Я разберусь со своими делами, и ты меня больше не увидишь. Чем могу помочь? Ммм, чё это? А, хранение. Ну, я ведьмак. Вечный огонь. У тебя есть и для меня работа? У меня нет. Но ты поговори с преподобным. Перед твоим трактиром умерла женщина. Но неважно. Я поговорю с преподобным. Чем могу помочь? Почему здесь так мрачно? Разве я тебя знаю? Я не веду бесед с чужаками. Даже за пять оренов не ведешь. За пять оренов? Я с самим королем Фольтестом поболтаю. Чума была ужасная. Косила людей направо и налево, а те умирали долго и мучительно. Плач и стон стоял непрерывно три луны подряд. Если бы не преподобный, мы бы все умерли. Так что ничего нет странного в том, что мы не рады незнакомцам. Когда чума уносит всю твою семью и всех твоих близких, ты просто без ума от горя. Преподобный спас нас. Он молился целый день вечному огню. Не принимал ни еды, ни воды. Его молитвы были услышаны. Он наложил на нас епитимью и тем избавил нас от греха и укрепил нашу веру. Мы начали с того, что очистили дома наши от греха и скверны. Мы взялись и на другой день. Всякая скверна была похоронена и забыта. А потом преподобный сказал нам. Вы хорошо сделали, очистив дома ваши от греха. Я знаю, как это было трудно. Я знаю, что это были ваши родные. Но вечный огонь послал чуму в наказание за их грехи. Вы же чисты. Вы будете жить. И мы поверили ему. А затем вышли наружу. Холод стоял жуткий. Но мы исполнили свою епитимью. На коленях проползли вокруг деревни. И помолились в каждой из пяти часовен. Поверь мне, на следующий день деревня была тиха. Как будто погрузилась в сон. И с тех пор заболели лишь немногие. Чума забрала еще только несколько семей. Это, конечно, очень поучительная история. Прощай. Да, за пять тюрьминов. Я вспомнил только то, что мне придется... К пяти часовням... Ну, не часовням, к этим молельным камням. Чтоб со мной этот преподобный начал говорить. Очень печально. Чем могу помочь? Я ищу кое-кого, кто остановился в этой таверне. Я хочу отдохнуть. Ну... Я вроде никого не ищу, но ладно. Поищи за столами и в альковах, где собираются гости. На ночь они расходятся по своим комнатам. Если тебе нужно с ними поговорить, приходи утром. Я поищу. Чем могу помочь? Я хочу отдохнуть. Комната есть? Да. Для тебя пять аренов. Нет, я передумал. Ой, хватит. Я могу и у костра помедитировать. Чем мне эта комната? Шурин мой, например, зарабатывает на хлеб. И хоть бы наконец-то много мира и покоя. И я присоединись к нему там, на болотах. Мурым рот, как мухи. Видимо, чумаки на них действуют. А, это опять ты. Так, Шаня. Ну, он тоже может что-нибудь рассказать. Еще что-нибудь? А, хорошо, мы уже все узнали у нее. Мелкий. Ты меня спазда? Да, я помог стражникам. Интересно. Что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет. Все мои родные умерли. Я останусь тут. Не очень жаль, парень. Мне все равно. Я едва их знал. Я тоже стану ведьмаком. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Будешь драться? Драться хочешь? А деньги есть? Давай. Давай. Не пойдет. Ах ты, петух. Драться. Давай на 10. Кто не рискует, тот не выигрывает, как говорят. Посмотрим. О, боже мой. Он попал по мне. Слабый. Обьет. Хочется врезать кому-нибудь. У вас тут можно заработать деньжат на этом всем деле. А деньжата нам пригодятся. Опять проиграл. Этого можно было ожидать. Вот твои деньги. Че стоит-то тут тогда? Так, кто-то у нас кулачный боец, кулачный боец, сильный. Так, кулачный. Давайте с этим. Здрасте. Как хочется врезать кому-нибудь. Хочешь в драку чужая? Мы деремся за деньги. Ну так давай, давай. За 41 будем? Угу. Хочешь в драку? Может 30 хотя бы? Не пойдет. Может сам бы цену назначил бы идиот? Не пойдет. Хочешь в драку? Ну давай 20. Хотя бы 20. Отлично. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Рассмотрим. Бум-бум-бум-бум. У меня же регенерация здоровья щитит. Я тебе морду разобью. Надо было прокачивать, пусть кулачный боец легче было бы, но не страшно. Этот кулак цвет не меняет, очень сложно заметить, когда подходящее время, чтобы сильно ударить. Ну и так нормально. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Может с тобой еще раз можно подраться? Не хочу, чтобы меня второй раз отколотили. А ты? Кто там ты, да? А, а, хватит! Никакого вызова! А че ты меня так зарегенил? Здорово, здорово. Так, давай. Хочешь в драку? Очень жаль. Мы деремся за деньги. Это меня и радует. Давай затриться. Не пойдет. Петух. Значит, 20, да? Или 25 там было, да? Не пойдет. О-о-о. Хочешь в драку? Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Вот стоят они тут кружком, видят, как я всех побеждаю и все равно надежды у них есть. Я тебе морду разобью. Бум. Бум. У меня уже руки чешутся. Давай уже плоды, а? Никакого вызова? Брау-брау-брау-брау. Брау-брау-брау. Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом и бьют друг друга по морде. Кто выстоял, тот и выиграл. Просто и ясно. 25 аренов. Почему бы и нет? Я бы не участвовать. Ну вот этот может мне навалить, да? Ах ты ублюдок! Никакого вызова! Не, не может. Ну еще и квест выполнили. Хотя, конечно, квесты, опять же, как я думаю, стоит оставлять напоследок. Ну, ладно уж. Ладно, ты выиграл. И что я получаю? Выбирай! Золото, кольцо... Водку и закуску. Возьму кольцо. Не знаю, что за кольцо. Мне оно все равно никогда не нравилось. Золотое кольцо с бриллиантом. Мы больше не будем с тобой драться. Новый уровень, здорово. Сейчас отрегенимся. С сильным бойцом потеремся. Даже сохранюсь на всякий случай. Мало ли. Давай, реген. Почему-то он происходит. Может быть, потому что я в товаре не нахожусь. Непонятно. Надеюсь, я случайно бутылки не юзу, эти ласточки или как их... Не, все на месте. Кому бы тут заехать как следует? А ты не хочешь драться? Не хочу, чтобы меня второй раз отколотили. Обидненько. Страсть, как хочется врезать. Кому не хватит? Тяжело на службе. Так. Чтобы прокачать. Неопытный ведьмак, я понимаю, это у меня четвертый уровень. По очкам, по идее, должен быть четвертый. Действительно. Действие алкоголя уменьшает. Так, тут выносливость. Что у нас в интеллекте? Все что вы неудачи? Что у нас в интеллекте? Неудачи. Что у нас в интеллекте? мне кажется травничество что смогу собирать травы даже на на без книжек и подзаработать на этом поэтому я качну это хотя конечно силу тоже хотелось бы на тут уж приходится выбирать так где-то на на 7 часов там уже будет не рассветный день почти полдень проклятие в горле пересохло печально что дождичек когда тут солнечно приятнее все выглядит простым людям известно многое так тот самый травник он с кузнецом я по моему еще не говорил приветствую приветствую да я краснолюд нет я не поддерживаю скуят аэлей не открыто не тайно да я исправно плачу налоги и взятки постоянно сегодня в том числе успокойся я всего лишь хотел поговорить успокоюсь я в могиле если все пойдет хорошо тоже через пару дней или недель я постараюсь прийти на похором на казнь тоже приходи меня как-то заставили присутствовать на повешении нелюдя веселье полные штаны я уже понял что нелюди здесь не жалуют как и повсюду в северных королевствах один чиновник в изиме недавно получил награду за вклад в развитие экономики изобрел виселицу для краснолюдов и при чем здесь развитие экономики они при чем но ты только подумай какая экономия если производить их сотнями сэкономленное дерево можно пустить на производство других товаров например детских деревянных мечей можно один вопрос да перековать меч кто такие скуэтаэли вы бы назвали их смутьянами или подстрекателями они борются за правы нелюдей скуэтаэль эльфийское слово на вашем языке означает белка а зовутся так потому что носят беличьи хвосты на шапках и ведешь дела с белками ах ты хрен собачий тебе меня не спровоцировать хе 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 о боже мой нет пошел прочь провокатор гсел я даже помню что он начинал злиться как ты спрашиваешь его об этом он все равно нажал это а кстати где у нас последнее сохранение окрестности ну это точно окрестности так что если там максимум до этого будет до прокачки но я думаю после прокачки главное что в трактире мы уже со всеми поговорили и нормально да после выхода из трактира так что этом прокачивал кто-то мне напомнил выносливости что-то да а может и нет Так, а сколько у меня денежек? Ладно, сейчас Я просто помню, что во второй главе я как-то к одному из кузнецов зашел Там, по-моему, броня стоит 2505 тысяч, так что все эти деньги, что у меня сейчас есть вообще Может сказать, ничто Куда вы бежите-то? Что происходит? О, счастливо Под крышу накрытись А тут в округе белки водятся? Ты пытаешься подловить меня? Или ты просто такой любопытный? Че-то не пойму В любом случае от меня от ответа не дождешься В таком случае сменим тему М-да? Так Почему местные преследуют нелюдей? А почему хрен суют в дырку? Потому что это естественно Люди всегда недолюбливали краснолюдов и эльфов И не мое дело, почему именно Не понимаю В таком случае думай над этим в одиночестве Или обсуди этот вопрос с этим ублюдком Броггом А я о таких вещах с чужаками не разговариваю Это понятно Да? Я хочу поговорить об оружии Я не специалист по оружию Хотя умею ковать мечи Принеси мне руду трех типов И я скую тебе отличный стальной меч Я поищу руды И еще кое-что За 35 аренов Ты получишь вот эту отличную оружейную смазку Она мало где продается Вернее сказать Она мало где продается законно Но мне очень нужны деньги Эта смазка удаляет ржавчину И повышает качество оружия В ее состав входит свиной жир И некоторые другие ингредиенты Слушай меня внимательно Мне надо работать Ага Слушай меня внимательно Мне надо работать Слушай может ты мне Магазин свой покажешь Ой Как с ними непросто Ну и почему Ааа Сейчас заценю Появился кто-нибудь В трактире или нет Ах Хорошо Когда светло О Антиквар Путешественник Игрок Курпец Просто послушай Приветствую тебя Странник Ты кого-то мне напоминаешь Кого? Известного ведьмака Геральта Белого волка В самом деле Это поразительно Белые волосы Меч за спиной Прямо герой из балла Эти баллады Обо мне Ерунда Геральт женился на чародейке И они живут где-то В райских кущах Откуда знаешь Мастер Лютик Барт Из Бардов Уже много лет Поет эти баллады А что в твоем репертуаре? Мне спеть для тебя Господин мой За деньги, да? С удовольствием послушаю Искусство искусством Но жить тоже надо Как насчет вознаграждения? Пяти Оренов хватит Ну давай, давай Почему красотки Не смотрят на парней? Чем выше вырастет сосна Тем залезть сложней Ни сосны, ни красотки Не дружат с простаками Но повали хотя бы одну А дальше лягут сами Ничего себе Может подеремся? Хочешь в драку? Да ладно Еще можно? Ладно Потом Без записи тут попробую Подраться еще разочек А пока поговорим С купцом Тебя не пустят Понятно А может поговорим? Тебя не пустят Ну кто-то тут еще точно был Игрок и антикварда Черт Вместо того, чтобы купаться в деньгах В торговом квартале Я вынужден продавать свои товары В предместе Не повезло Я тоже не могу попасть в город Я уже целую вечность Торчу здесь Перед этими воротами Подходи Хочешь что-нибудь купить? Градь меня среди бела дня Давай Что продаешь? Фактически кровь и плоть свою О, сколько книжечек-то Новейшая история История мира Да, у меня 41 монета И этого На что-то хватит Но вон там книжечки По 250 По 200 И они, пожалуй Ценее, чем Все Вот это первое Я в кости не играю Я на миле Может в другой раз Хорошая возможность отыграться Я пробовал Потому и разорился Похож, тебе не везет в любви, милсдарь Но держу пари Тебе повезет в игре в кости Действительно в костях Я кое-что смыслю Милсдарь, уверяю тебя Я не собираюсь жульничать И держать тебя за дурака Обещаю исключительно честную игру В таком случае Почему никто больше с тобой не играет? Почему именно я? Риск это то Чем ты зарабатываешь на хлеб Это очевидно Для меня честь поиграть с тобой С меня нечего взять Кошелек у меня пуст, как кузнечные меха С этими гречкосеями тут и так Только на качан капуста играть можно Раньше со мной играл один охотник Достойный был соперник Но давно уже его не видно Естественно Ты его ободрал как липку Так что здесь нечем удивляться Честно говоря, он сам установил такие высокие ставки Но фортуна с самого начала была И на его стороне И неплохо ты зарабатываешь с этими костями Зависит исключительно от того С кем играть, милсдаль В Изиме ставки намного выше А где в Изиме можно найти с кем поиграть? Если денег много То в новом наракорте Еще можно зайти Под кудлатым мишкой Если смелости хватит А что это был за охотник? Боже Этот парень явно не жаловался на недостаток любви Никогда еще не видел, чтобы человеку настолько не везло Он проиграл немало аренов В таком случае будь осторожный Он может вернуться за своим золотом Как только покончит с любовью Не думаю, милсдаль За версту было видно, что он мод Наверняка исчез из-за долгов До встречи, мне пора идти Так, ну что, думаю, сыграем Одну игру Насколько я помню Здесь чисто Больше удачи Что тебе выпадет на кастях Поэтому Ну если проиграем Проще загрузиться и выиграть Потому что Таким образом Можно выиграть много денег Но правда Переигрывать придется много Ну а потом пойду На кулачные бои На это уже, наверное, за кадром А потом уже будем продолжать Проходить Так что-то не так Он должен со мной Хотеть сыграть Я уважаю До встречи Ну, видимо, потом с ним можно будет сыграть Странно, что сейчас уже нельзя Ну ладно Иногда появляется как бы значок такой И можно сыграть Ладно, тогда, я думаю, сделаем здесь перерывчик И продолжим уже в следующей часть Уже выйдем за пределы этого городка Маленького деревеньки И пройдемся по окрестностям Ну а пока Всем спасибо за просмотр Удачи Пока, увидимся